Всем мое почтение, друзья, всем желаю всего наилучшего, мира и добра украинскому народу и Украине. И хотел бы затронуть такую вот тему, а именно то, что в сети интернет и в различных экспертных кругах уже обговаривается, что Украине дали дальнобойное оружие, которое бьет на 150 километров. По сути, фактически этим подтверждается то, что на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей не осталось ни одного уголка, который бы не простреливался украинской армией. По сути, фактически за эти 9 лет войны, вооруженного конфликта России против Украины Путин добился лишь того, что Украине наконец-то дали такое оружие, которое фактически не делает ни один участок в Донецкой области оккупированной, безопасным. Хотя до этого утверждения, 24 февраля 2023 года, такого оружия в Украине не было. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что этот человек, который называет себя президентом Российской Федерации, не является эффективным менеджером, не является эффективным лидером. Он не обладает фактически дальновидностью и недальновидностью в политике. Это мое мнение. По сути, фактически Путин всегда не являлся дальновидным политиком. И это очень плохо. Но суть даже не в этом. Суть в том, что с появлением дальнобойного оружия в Украине, ну пусть не в ближайшее время, но месяца три от этой даты, которую я сейчас записываю, это видео является фактически признатым того, что Украина сможет наносить удары и по Ростовской области. Да-да, именно. Пока Украина может только наносить удары по Белгородской, Турстой. Но с появлением этого оружия и продвижением Украины ближе в сторону восточной границы своей, это по сути является фактически признатым того, что Ростовская область в ближайшее время будет законной целью Украинской армии, фактически, которая борется сейчас против этой оккупационной расистой. А в Ростовской области множество складов, вооружения и техники, которые вообще являются законной целью Украины. Я думаю, в ближайшее время, а по меркам истории даже год, это ближайшее время, мы увидим ликвидацию складов военной техники и вооружения в Ростовской области, что является для меня большой-большой радостью. Я лично считаю, что Украина обязана ликвидировать все такие вот огромные склады в Ростовской области, потому что за годы военного конфликта России против Украины на Донбассе там уже образовалось очень много этих перевалочных складов, которые были еще даже с времен СССР, да и сейчас, и дай бог, чтобы Украинской армии очень и очень удалось это все провернуть, чтобы каждый снаряд, который выпустила Украинская армия в сторону российских оккупантов, достигал цели, и по сути мы увидели победу Украины над Россией, потому что правда должна восторжествовать, а это правда на стороне Украины, потому что самая лучшая, так сказать, цель – это ликвидация врага еще на подступах к полю боя. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Все мое только искреннее пожелание победы Украины в этом конфликте. До новых встреч! Продолжение следует...